Добрый день! Вы смотрите итоги дня информационного портала Управда.ру. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня в выпуске. В Ульяновске прошло заседание комитета по бюджетным проектировкам на 2020 год. Главная тема встречи – формирование проекта доходной части бюджета. Национальный проект развивает Ульяновскую область. Один из примеров – микрорайон центральный в новом городе. Фигуры высшего и палатажа для ульяновских фигуристок. В Ульяновске проходят необычные тренировочные сборы. Поймы на автомошенники, которые в безлюдных местах инсценировали аварии, после чего обращались в ГИБДД для оформления ДТП и получали выплаты от страховых компаний. Областной центр развивается комплексно. В Заволжье строится новый микрорайон центральный. И это не просто тысячи квадратных метров жилплощади, но и новые стадионы, школы, детские сады. Все по последнему слову науки и технологий. Сергей Морозов проинспектировал строящуюся школу на проспекте авиастроителей. Задача поездки – не только проверить ход строительных работ. Подробности в нашем материале. Строительство общеобразовательной средней школы на тысячу мест в квартале Центральной Заволжского района Ульяновска ведется с 2018 года за счет софинансирования мероприятий государственной программы обеспечения доступным и комфортным жильем граждан из средств федерального и областного бюджетов. Школу откроют в 2020 году. Открытия ждут и к нему готовятся. Я мама двоих детей, которые планируют пойти в эту школу. Мы очень рады, что в таком большом микрорайоне Центральной открывают такую школу оснащенную и концепция ее тоже очень здоровская. Строительство образовательной организации на тысячу мест идет в плановом режиме. Само здание достраивается и будет сдано в эксплуатацию непосредственно в декабре 2019 года. С января месяца начинается лицензирование объекта как образовательной организации. С 1 февраля мы начинаем прием заявлений будущих учащихся этой школы. Ну и соответственно с 1 сентября мы запускаемся как образовательная организация. Это будет инженерный лицей. В Заволжском районе 24 школы образовательные, но микрорайон Запад растет. Сегодня здесь проживает более 4000 семей. Понятно, что в основном жилье покупают молодые семьи вот в этом микрорайоне. Конечно, потребность и в детских садах, в школах растет. Растет и потребность в качественном образовании нового уровня. Растут и прочие потребности. Нужны не только школы. Ответом на общественные запросы служат национальные проекты. В рамках реализации нацпроекта «Спорт» мы должны активизировать и дальше продвигать массовый спорт до 55 процентов, увеличение участия населения, Заволжском районе в том числе. И здесь вот будет два центра. Планируется центр бокса и центр легкой атлетики. Занятия будут доступны не только учащимся, но и жителям города. Помещения, залы, запланированное оснащение позволяют сделать из школы огромный образовательный центр, где найдется место науки, спорту, культуре. Осматривая помещение, губернатор работой строителей остался доволен. Чего не скажешь о работе чиновников городской администрации. Им Сергей Морозов поставил твердый неут. Приехали сюда уже не первый раз, слава богу, в чистом поле. Благодаря Олимову там болтает стоять. Но мы здесь вот имеем одно из самых лучших зданий в Российской Федерации. И несомненно, там один из лучших лиц в этом гимназии. Значит, а вот еще строители вот сейчас заканчивают эту часть работы. А вы что? Господа, вы мне объясните, покажите по срокам. Когда? Когда? Какие хроники? Что с коллективом? Что не только с набором, а что с его обучением? В школе нового уровня должны работать высококвалифицированные педагоги. На их подготовку область не поскупится, однако пока коллектив не набран. Как и нет соглашений с университетами, НИИ и прочими организациями, взаимообмен опытом с которыми мог бы помочь школе стать одной из лучших в мире. Губернатор считает, что потеряно много времени, и оставшийся до открытия год нужно использовать максимально эффективно. После осмотра школы губернатор ознакомился с презентацией проекта еще одного застройщика, желающего строить жилье в Заволжье. Сергей Морозов, отметив, что проект в целом неплох, сказал, что его детали требуют внимательного изучения. Павел Половов, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ. В Ульяновском министерстве финансов началась работа по формированию проекта доходной части бюджета на следующий 2020 год. На встрече под председательством Сергея Морозова обсудили федеральные дотации, налоговые каникулы для крупных предприятий и наметили план работы до конца года. В Ульяновске прошло заседание Комитета по бюджетным проектировкам на 2020 год. Главная тема встречи – формирование проекта доходной части бюджета. Работы по документу начались еще в мае. Уже на сегодняшний день подготовлен реестр расходных обязательств, который направлен в Минфин Российской Федерации. И на основании этого реестра будет формироваться дотация нам в Ульяновской области и с Минфина России. Кроме того, конечно, проведена большая работа с главными распорядителями бюджетных средств, подготовлены государственные задания для бюджетных и автономных учреждений. По предварительным данным, сумма просчитанных доходов на 2020 год составляет 48,8 миллиардов рублей. Это на 4,5 миллиарда больше первоначально утвержденных доходов 2019 года. Главным в бюджетной политике региона останется повышение уровня жизни и благосостояния населения. Все, что я говорю о благосостоянии населения, о повышении уровня жизни, о повышении инвестиционной привлекательности, серьезных ресурсов. И эти ресурсы есть и внутри Ульяновской области. И не только за счет сокращения и оптимизации органов власти, но и за счет того, что мы обращали все с вами внимание на то, что у нас под ногами. А у нас под ногами почти под 40% теневого сектора экономики. Глава региона поставил задачу рассмотреть вопрос создания программы управления государственной собственностью на следующий год. Бесхозные постройки планируют передать в нужные руки. Либо продать, либо передать в использование бизнесу или на социальные нужды. Также всем отраслям поставлена задача рассмотреть вопрос координации региональных программ с мероприятиями нацпроектов и привлечению федеральных средств на их реализацию. Анна Тищенко, Юрий Ломатов, Новости Улправда ТВ. 12 эпизодов мошенничества в сфере автострахования выявили сотрудники Главного управления уголовного розыска МВД России вместе с коллегами из Ульяновской области. Подозреваемые покупали дорогие иномарки, оформляли на них полисы обязательного страхования, а затем на подконтрольных станциях техобслуживания вешали поврежденные детали. В дальнейшем на территории Ульяновской области и города Москвы в безлюдных местах подозреваемые инсценировали аварии, после чего обращались в госавтоинспекцию и направляли в страховые компании все необходимые документы для получения выплат. Размер присвоенных сумм составлял от 100 до 400 тысяч рублей. Установлено, что общая сумма ущерба составляет больше 2 миллионов рублей. Предполагаемый лидер группы и пятеро участников задержаны в Москве. С 5 по 11 августа в Ульяновской области проходит неделя цифровой экономики. Ее задача – рассказать жителям региона о преимуществах цифровизации во всех сферах жизни. В этом смысле Ульяновская область, если не флагман, то далеко не отстающий участник мировой цифровизации. Не так давно команды наших вузов вернулись с образовательного интенсива «Остров 10-22», который проходил в Сколковском институте науки и технологий. Подробности у Павла Полового. Использование цифровых технологий в образовании, экономике и повседневной жизни давно стало одним из приоритетных направлений развития области. Пять региональных проектов нацелены на создание базовых условий цифровой экономики – инфраструктуры, кадров, кибербезопасности, сквозных технологий и государственных платформ. Сколковский образовательный интенсив «Остров 10-22» дал толчок к дополнительному развитию программ на базе ульяновских вузов. Представители ульяновских команд-участников интенсива встретились с губернатором Ульяновской области Сергеем Морозовым. Модель будущего университета, когда обучающийся сам формирует траекторию обучения. Когда вы, если вы мотивированы, если вы понимаете, что вам нужно сделать, то вы выбираете, как вы будете себя self-made, как вы себя сделаете сами. Ответственность за себя несет сам человек. В будущем не учебный план, а сам студент будет определять список предметов и количество часов, нужно ему для того, чтобы стать востребованным на рынке труда. Формированию такого взгляда на жизнь должно помочь создание при вузах точек кипения, похожих на региональную. Проект по открытию точки кипения, он был сформирован и успешно защищен как раз во время образовательного интенсива «Остров». Поэтому какой будет точка кипения в 3D, с точки зрения мебели, с точки зрения содержания, с точки зрения смыслов, мы знаем все в деталях. И это основной наш результат. Сформировать конкурентно способные кадры для сферы IT – необходимые условия для развития Ульяновской области. Поэтому внимание к этой проблеме особое. На территории нашего региона уже не первый год работает программа развития кадров для IT-индустрии. Нами разработан проект развития IT-индустрии на территории Ульяновской области, который курирует сам Сергей Иванович. Он является у нас проектом флагманский. И вот данный проект или программа вообще стала прототипом национального проекта «Паспорт и цифровая экономика». Мы уже о подготовке кадров говорим не первый год. Это уже шестой год у нас идет такая целенаправленная работа, где идет профориентация детей, взаимодействие с вузами, с IT-компаниями. На базе этих компаний есть даже базовые кафедры, где идет целенаправленная подготовка и переподготовка кадров. Практически любой ответственный студент уже на третьем курсе может работать и учиться, тут же применяя полученные знания на практике. Технологии сменяют друг друга слишком быстро, поэтому учиться приходится постоянно. И лучше практикуясь, если не быть в реальном секторе, придя на работу, окончив вуз, ты можешь оказаться отставшим от актуальных технологий и процессов. Поэтому сотрудничество со Сколковой и внедрение его разработок чрезвычайно важно. Кузнецин, новых подходов к образованию, в условиях, в условиях становления цифровой, креативной экономики. Ну и, конечно, для нас очень важно, в сотрудничестве с этим университетом университетов, добиться выполнения задачи покорения рынков НТИ. НТИ – программа частного государственного партнерства по развитию новых рынков на базе высокотехнологичных решений, которые будут определять развитие мировой российской экономики через 15-20 лет. Ульяновские вузы и регион в целом активно внедряют эту программу. Сегодня это один из важнейших факторов уверенности в завтрашнем дне. Павел Половов, Руслан Баталов, Новости Улправды ТВ. Фок-лидер в Ульяновске взобновил свою работу после летней профилактики. И первыми на ледовый корт вышли представители Федерации фигурного катания. Здесь впервые в истории регионального спорта стартовали тренировочные сборы, которые проводят мастера самого высокого уровня. Михаил Росошенский расскажет подробнее. Опорная нога прямая вышла. Да, ногу вытянули. Настоящее фигурное катание начинается именно здесь, в зале хореографии. Ласточка, пистолетик, флажок. Элементы, безупречные выполнение которых, обязательно перед выходом на лед. Юно-ульяновские фигуристки совершенствуют их чуть ли не ежедневно. Но необычность этого занятия в том, что она проходит в рамках тренировочного сбора. А ведут его не ульяновские. А иногородние специалисты. Для того, чтобы развивать вид спорта в регионе и чтобы получать хорошие результаты, мы должны это делать, должны приглашать иногородних спортсменов. Дети должны видеть, как занимаются в других местах, сами себя показывать, смотреть на других. И таким вот образом мы придем к хорошим результатам. Для Ульяновской федерации фигурного катания, созданной в этом году, подобная практика тренировочных сборов совершенно незнакомая. Много нового и доселе неизведанного узнают и юные спортсменки. Их около 20, разделенных на две возрастные группы, старшие и младшие. Я узнала очень много нового, то, что как делать правильные элементы, как можно усложнить заходы на прыжки. И нам изменяет скольжение, чтобы у нас были длинные дуги, чтобы мы правильно скользили. Квалификация гостей не вызывает сомнений. В свое время эта команда, в которую, кроме тренера по фигурному катанию, входят наставники по хореографии и общей физической подготовке, учила спортивному мастерству фигуристов юниорской сборной России. Теперь их подопечные – два десятка юных ульяновских спортсменок. Дети очень открытые, идут на контакт хорошо, хорошо усваивают информацию. Минусы. В основном нехватка каких-то, я не знаю, базовых навыков в хореографии, недотянутые колени, руки. По два занятия в зале хореографии и по две тренировки на льду. Это ежедневно на протяжении полутора недель. Вроде бы срок небольшой, но плодотворный. Отдачу от него руководители региональной федерации фигурного катания ждут уже этой осенью. В ноябре в Ульяновске планируют провести всероссийские соревнования. Михаил Русашанский, Новости Управда ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, в предстоящие выходные в регионе сохранится прохладная погода с вероятностью небольшого дождя. Завтра в Ульяновске ожидается температура 19 градусов по Цельсию. Ветер южный 5 метров в секунду. Магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс средний. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру по будням 18.50. Хороших вам выходных! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова